Громкая связь для помещения пассажиров. Есть автобус? Десятый. Дарелый. Низкий пол, камеры видеонаблюдения в салоне. Всё это явно не про старенький ДЭУ. Из технических характеристик, предусмотренных маршрутной картой, здесь только кондиционер. Водитель объясняет, это автобус, вышедший на замену, поэтому он ни при чём. Но для представителей закона это не аргумент. Вышел на линию, изволь соответствовать. Устройство для автоматического информирования пассажиров. Есть продемонстрировать множество? По приходу на остановочный пункт, он оглашает остановку пассажирования. Отсутствует? Подтверждаете? Я ничего не подтверждаю. Продемонстрировать можете устройство? Нет, если вы найдёте, то как бы... Я не сыщик, я вас спрашиваю, вы им пользуетесь? Согласно 220-му федеральному закону, перевозчики должны возить пассажиров на автобусах с теми техническими характеристиками, которые указаны в маршрутной карте. Тех, кто не обеспечил перевозки в соответствии с требованиями конкурса, штрафуют. Должностных лиц на 10 тысяч рублей, юридических на 20 тысяч. В соответствии с проводимым открытым конкурсом в отношении 34-го маршрута перевозчик заявлял о том, что будет осуществлять перевозки транспортными средствами с соответствующими характеристиками, такими как низкий пол, электронное табло, кондиционер и так далее. К 34-му маршруту у пассажиров вообще накопилась масса претензий. То в салоне появляются объявления с требованием оплатить проезд наличными, то кондуктор просит переводить деньги ей на телефон. Говорят, берем только наличными. Вот это иногда проблема, что не берешь с собой, и тогда придется ждать другой автобус просто. На сегодняшний день действительно поступают жалобы на данный маршрут, что отсутствует терминальное оборудование для приема безналичных платежей. Перевозчикам выдано больше 800 терминалов по городу Хабаровску. Это включая резервные терминалы. Все замечания и нарушения, обнаруженные во время рейда, инспекторы госавтонадзора передадут в Управление промышленности, транспорта и связи. Специалисты городской администрации обратятся в суд с требованием прекратить действие свидетельства на право перевозок. Если иск удовлетворят, на 34-м может появиться новый перевозчик. Наталья Чернышева и Василий Ермаков. Смотри Хабаровск.